Дожди и непогода накрыли сейчас Луганскую область. Дороги размыты, передвигаться тяжело. Добраться до позиции защитников на передовой можно разве что на грузовике с мощными колесами. Но нужно быть бдительными. Российские беспилотники следят. Если будут какие-то жужжания, говорите, если услышите раньше нас. Тогда просто стоим, замираем, чтобы он движение не зафиксировал. Может повезет и дрон просто пролетит. До так называемого нуля машина не едет, легко может стать мишенью. Дальше пешком. Последствия того, что нас накрыли градами. Нам повезло, что они промахнулись метров на 50. У нас позиция вот сразу, а они попали сюда. Крупные калибры в этом районе не стихают с обеих сторон. Еще одна угроза, которую несут российские беспилотники – сброс небольших бомб. Поэтому пограничники вынуждены соблюдать строгие требования маскировки. На передовой особые условия. Нельзя себя выдать ни в коем случае. Даже костер запрещено разводить, чтобы согреться и еду приготовить. Не разводить костер. Это демаскировка большая. Дрон пролетит и сразу увидит огонь. В середине, если фонарик включаем, то сразу закрываем вход, чтобы не было видно. Противник без устали бьет по украинским позициям в Луганской области, но только мимо. Судя по характеру обстрелов, куда они стреляют, они никуда не могут попасть вообще. Эти снаряды летят непонятно куда. На полях вокруг рассказывают военные. Ландшафт Луны. У россиян крайности или недолет, или перелет. Единственное, чем получается у них обстреливать, так это кассетными снарядами. Когда захватчики злятся из-за собственной глупости и бессилия, они просто бьют из всего. Три дня назад была попытка наступления на соседнем участке. Светошумовое шоу было, конечно, знатное. Все, что могло стрелять, стреляло. Буквально неделю назад их вертушка работала по нашим позициям. Просто посадку поделили на две части. Поэтому надолго из укрытий бойцы стараются не выходить. Но иногда надо, чтобы эти укрытия укрепить. Я вот эти бревна, пока собирал, трижды был обстрел. А тебе надо далеко отойти от блиндажа. Потом, пока ты их отрежешь, получается долгое время без укрытия. Получается довольно опасно. Здесь место, получается, для меня, для моих вещей и все. В общем, пограничники свои позиции укрепили и говорят, что новые окопы будут копать уже ближе к России после успешного наступления. Субтитры создавал DimaTorzok